Здравствуйте, друзья! С вами я, Евгения. И сегодня я хочу познакомить вас с таким очень интересным и очень, скажем так, мощным инструментом извлечения информации о прошлом, настоящем и будущем, как старинный пассианс киевской ворожей. Вы можете его и под другими названиями встретить в продаже, например, русский пассианс, у меня, кстати, русский пассианс написано, может быть, старинный пассианс ещё, или, допустим, киевская гадалка, всё это одно и то же. Но главное смотреть сами изображения. Если вы видите вот такие изображения на пассиансе, то это именно тот пассианс, о котором я вам буду рассказывать. Потому что бывают случаи, допустим, у меня много таких пассиансов, вот, например, готический пассианс, или вот старинный пассианс, или вот ещё индийский пассианс. Вообще пассиансов очень много бывает, и там совершенно другие символы. Некоторые из них повторяются, но есть варианты. Поэтому я рекомендую очень внимательно относиться к покупке таких вещей. И уж если мы будем изучать, то есть киевскую ворожей, то, соответственно, вы должны купить, приобрести именно такую пассианс. В чём его суть? Его суть очень простая. 20 карточек, на которых половинки изображений, тут 4 изображения, разрезанные пополам. Нужно разложить по 5 карт, 4 ряда, и по ходу расклада найти совпадающие половинками символы. И вот эти вот символы, их последовательность, их количество, их значение, поведают вам о том, о чём вы хотите спросить, узнать, и что вас волнует. То есть перед тем, как сделать расклад, вы можете задать какой-то определённый вопрос и получить на него конкретный ответ. Да-да. Кстати, я часто сталкиваюсь с мнением о том, что пассианс это детская забава. Ну, вообще он продаётся как детская забава, именно как детский какой-то продукт для развлечения. Но как бы не так, друзья мои, и на самом деле это далеко не детская забава, скажем так. Это очень мощный инструмент. Говорю вам с полной ответственностью. И сейчас я вам попробую доказать на примере, почему я так думаю, почему я в этом так уверена. Пример мой из жизни. Я не буду называть имён, расскажу только о том, какая вот была ситуация, да, и как она была решена в итоге. с помощью этого пассианса. Ко мне обратился молодой человек с такой вот, скажем так, проблемой, да, проблемой, просьбой, вопросом, который его очень мучил. С определённого момента, как он заметил, да, в его жизни началась какая-то чёрная полоса. Дело в том, что в прошлом он был довольно успешным бизнесменом, ну, довольно неплохо стоял на своих ногах, скажем так, неплохо зарабатывал, имел успех у женщин, всё у него в жизни было хорошо. Но в какой-то определённый момент всё пошло из рук вон плохо. Он перестал достигать тех целей, которые ставил в бизнесе, перестал получать те доходы, к которым он привык. У него начались проблемы с алкоголем, хотя он не был никогда алкоголиком, а вот появилась такая зависимость. Ну, и, собственно говоря, в личном плане, в личной жизни тоже начались какие-то неурядицы. И вот его вопрос был таков, по сути. В чём причина? То ли это он такой вот неудачник весь, то ли это может быть какое-то магическое воздействие, например, порча с глаз или что-нибудь ещё об этом духе. Я не стала в этот раз пользоваться Таро, хотя, как правило, я такие вопросы смотрю именно на Таро. Иногда в больших раскладах Ленорман я вижу, есть воздействие или нет. Но в данном случае я решила воспользоваться именно киевской ворожей. То есть разложить пазианцы, посмотреть, какие символы совпадут. Совпало несколько символов. Среди них были змея, битый горшок и свинья. Возьмём инструкцию. Она очень коротенькая. Здесь очень коротенькие такие заметочки, значения, карт. И вот змея. Здесь оно такое объяснение, что это болезнь. Битый горшок — это ссора, а свинья — это неприятность. Но всё не так просто, друзья мои. Это было бы действительно детской забавой, если бы мы остановились вот на этих значениях. Символы гораздо глубже. Та же змея. Давайте подумаем хорошенечко, что она означает. Змея, по большому счёту, это символ зависти, ненависти, чего-то такого, вот знаете, таинственного, коварного, хитрого. Змея — это символ эзотерики на самом-то деле. Если бы мы делали расклад на женщину, то есть если бы женщина к нам обратилась с такой вот проблемой, что что-то там не клеится и так далее, и выпала бы змея, то можно было бы предположить наличие соперницы. А когда мы смотрим расклады мужские, то есть когда клиентом является мужчина, то змея, как правило, показывает какие-то магические воздействия, эзотерические и магические воздействия. Почему? И вообще, почему? Ну, с чего я взяла, да? Что змея вот такая вот коварная, коварная штука и вползает в жизнь человека очень незаметно и, скажем так, конкретно. А дело в том, что змея по своему значению очень близка к такому символу в старших арканах Таро, как жрица или папеса, ее еще называют. А жрица — это что-то загадочное, таинственное, то, чего мы не можем объяснить, непознанное. И, естественно, она имеет отношение к магии и к эзотерике, к гаданиям. То есть мы видим, да, что вот уже у человека есть моменты, о котором стоит задуматься, что вот выпала змея, что, может быть, действительно есть какое-то магическое воздействие на этого человека. Причем змея — это еще, как говорится, зеленый змей. Тут она действительно зеленая нарисована. А зеленый змей или зеленая змея — это еще и символ, алкоголя. То есть тут мы видим, что действительно у человека есть проблемы с алкоголем. Но не в этом суть. Главное, что вот мы получили символ, который подтверждает догадку молодого человека о том, что есть что-то не то в его жизни, есть какое-то потустороннее воздействие на все, что с ним происходит. И на его, собственно говоря, судьбу, на его психику, на его жизнь в целом. И это подтверждает второй символ, который совпал. Это битый горшок. Битый горшок, как мы уже тут читали, это всего лишь ссора. Но как бы не так. Это не только ссора. И не сколько ссора, сколько крах. Полный крах. Битый горшок — это символ того, что что-то испортилось, что-то разбилось, что-то поломалось в его жизни, в его судьбе, в нем самом. По своему значению этот символ очень напоминает старший аркан Таро башни. То есть, если вы знаете Таро, то вы легко найдете общий язык с этим басьянцем. Вот так вот битый горшок говорит о том, что есть порча. То есть, змея и битый горшок — это очень такое, знаете ли, соединение символов. Красноговорящие, так сказать. Последний символ, который совпал в его раскладе, это была сменья. Ну, давайте подумаем, как мы воспринимаем вообще этот символ? Что такое сменья? Ну, для украинцев понятное дело, что это национальный продукт, сало, и сменья ту и добр. Но, что об этом животном думают, допустим, мусульмане, арабы, иудеи, о том, что это нечистое животное, которое спит в грязи и питается нечистотами. А мы — это то, что мы едим. Поэтому, именно в арабских странах, мусульманских, да, и там, иудейских, свинюшка — это не тот продукт, который можно употреблять в пище. То есть, что это означает? Это означает то, что в основном свинья — это что-то нечистое. И нечистое, связанное с физическим телом, да. По моим наблюдениям, свинья — это, скажем так, символ, который имеет отношение к физическому комфорту. То есть, наесться, как свинья, напиться, как свинья, повести себя, как свинья. То есть, никакой морали, да, никаких, каких-то там духовных ценностей, абсолютно нет. Только физический комфорт. Ну, в общем-то, в нашем менталитете свинья — это нечто дурное, плохое. Это вот, как говорят в приказках, подложить свинью, да, какую-то неприятность устроить другому человеку. Так вот, ему кто-то подложил эту свинью. Действительно, неприятности. То есть, все неприятности этого человека от того, что какая-то змея, сделала ему битый горшок. То есть, полностью разбила в крах этого человека. Хорошо. То есть, мы убедились в том, что, да, действительно, порча или не порча. Да, это порча. Да, действительно, это так. и, как правило, следующий вопрос, который задают клиенты в таких случаях, а кто навёл? Но можно, в принципе, на картах увидеть, при каких обстоятельствах, и кто это вообще мог сделать, да. И вот, когда я сделала расклад, то совпали три символа. это был кот, это было разбитое сердце, и это был лебедь. Сразу скажем, кот — это флирт, а это любовные отношения. Но любовные отношения на уровне секса, то есть, просто физические какие-то ласки, интимные дела, в неких серьёзных там отношениях речи не идёт. Вот именно такой вот просто физический контакт. В то время как лебедь — это уже что-то другое. Это расчёт на серьёзные отношения, на вторую половину, так сказать, да. Лебедь — это благородная птица, которая создаёт семью только с одним партнёром в жизни. И теряя этого партнёра, уже как бы не может создать другую семью и жить как-то припеваючи. Эта птица остаётся в одиночестве. А разбитое сердце, ну, сами понимаете, что означает разбитое сердце. Разбитое сердце — это неудача в любви, это разочарование. Так вот, что мы можем сказать по этим символам? Да всё просто. Наш молодой человек, то есть клиент, который ко мне обратился, просто некрасиво поступил с какой-то очень хорошей девушкой. Может быть, она и не очень хорошая, но она рассчитывала на долговременные отношения. То есть она хотела создать семью, если не семью, то хотя бы иметь длительные отношения с этим молодым человеком, потому как она испытывала к нему определённые чувства. А вот для него, для него это был просто банальный секс. На один-два раза, может, чуть-чуть больше. Тут уже такое дело. Но всё закончилось тем, что он её бросил, разбил ей сердце. Вот вам и ответ. На этом пока что я остановлюсь. В следующих занятиях я вам расскажу немножко больше. На этом всё. Мне было очень приятно с вами пообщаться и рассказать вам о таком очень интересном и уникальном монтическом инструменте, как пассианский и скайворожей. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok